МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семь лет лишения свободы вместо четырех пьяным виновникам ДТП со смертельным исходом ужесточили наказание. Две тренировки в день, две недели строгого режима. До старта чемпионата России по вольной борьбе 15 дней. Как идет подготовка в сюжете наших корреспондентов. Сотрудники полиции задержали в Дзербенте троих мужчин с оружием, а также обнаружили принадлежащий им схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства один из задержанных рассказал о потайном помещении на окраине города, где позже полицейские обнаружили целый арсенал. Пьяным виновникам ДТП ужесточили наказание. Теперь за причинение тяжкого вреда здоровью предполагается до 7 лет лишения свободы вместо 4, как это было раньше. Закон подписал Владимир Путин. Если в результате аварии погиб человек, наказание будет от 5 до 12 лет. Ну а если в аварии погибнет больше 2 человек, виновник в ДТП и вовсе может получить 15 лет лишения свободы. Раньше максимальное наказание за это было 9 лет. Кроме того, закон ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном и морском транспорте. Старым «Газелем» в неисправном состоянии не место на дорогах Дагестана. Сотрудники полка ДПС проводят профилактическое мероприятие «Маршрутка». Рейд проводится в целях избежания ДТП с участием общественного транспорта. Тему продолжит Камиль Девятов. Неисправные автомобили на дорогах столицы несут опасность для всех участников движения. Сотрудники ДПС обращают внимание на старые «Газели». Именно они в большей степени находятся в неисправном состоянии. У нас проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Маршрутка». Цель мероприятия у нас запланирована именно по уявлению технических неисправных состояний. Транспорт, занимающийся перевозкой пассажиров. Этот этап проходит у нас с 10 июля по 19 июня. Дорожные полицейские проверяют наличие лицензии на перевозку пассажиров, техническое состояние транспорта и соблюдение правил перевозки пассажиров. За нарушение перечисленного предусмотрена административная ответственность. Почему у вас транспортно-свысл? Покажи, пожалуйста. Вот такой состав, почему транспортно-свысл? Вот так, когда ударили. Где ударили, понятно. Но это же надо же ремонтировать. Какой вытачий пассажир уже не завозить? Возвращение, что у меня не получалось. Основная цель проводимых рейдов – снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Детская поликлиника номер 3 в Махачкале переедет в новое просторное здание. Маленьким посетителям не придется томиться в длинных очередях. Теперь часть поликлиники будет располагаться на базе третьей городской больницы. Это позволит создать комфортные условия как для детей с родителями, так и для медицинского персонала. Переезд связан с дефицитом комнаты и большим числом посетителей в прежнем здании. В одном кабинете прием пациентов ввели сразу два или три специалиста разных профилей. Накануне в России отметили День медицинского работника. В стороне не осталась и третья городская клиническая больница Махачкалы. Персонал учреждения встретил свой профессиональный праздник в неформальной обстановке. Врачи и медсестры получили множество поздравлений и небольшие презенты от администрации больницы. День медицинского работника это очень важный праздник для всех врачей. Поэтому мы хотели еще раз подчеркнуть важность этой специальности и важность этой профессии для всей общественности республики. Также поздравить медперсонал пришел у заместитель министра здравоохранения Дагестана Салман Ахметов. Я хочу еще раз вас всех поздравить, пожелать вам крепкого здоровья и процветания в больнице с поликлиникой, чтобы здесь оказывалась высокотехнологическая медицинская помощь. Последний звонок прозвенел для выпускников Центра дистанционного обучения. Организатором мероприятия выступил Республиканский Центр детей-инвалидов города Махачкала. Дети с ограниченными возможностями у нас обучаются с охранным интеллектом, которые обучаются в удобных для них условиях у себя дома. Государство устанавливает у них компьютерное оборудование, оплачивает ежемесячный интернет. И преподаватели нашего Центра ведут из Махачкалы уроки посредством информационно-коммуникационных технологий детям, которые находятся во всех уголках Дагестана. На сегодняшний день в Центре обучаются 425 учеников из 50 районов и городов Республики. В этом году выпускается 29 учеников. Праздничное мероприятие прошло с участием танцевальных коллективов из звезд дагестанской эстрады. Я лично очень благодарна этому Центру за такой организованность, как они наших детей учили в течение вот скольких шести лет. Моя дочка училась в этом Центре. Я очень благодарна. Я желаю этому Центру дальше просвещаться. Желаю удачи, чтобы все их мечты испылились, чтобы они поступили туда, куда хотели, и руководителю проекта, чтобы не было никаких проблем. 15 дней до начала Чемпионата России по вольной борьбе в Сочи. Сборная Дагестана приступила к финальному этапу подготовки. Сбор проходит в пригороде Махачкалы на базе Центра спортивной подготовки сборных команд. На тренировки борцов побывал Курбан Рагимов. Ему слово. На шести коврах работают 136 вольников. Это своего рода рекорд. В заявку сборной Дагестана попадут более 80 человек. Это заключительный сбор нашей команды. Подготовка интенсивная. Две недели борцы проведут в режиме двухразовых тренировок. Чемпионат Дагестана, затем СКФО и теперь Россия. Все эти борцы прошли через плотное сито отбора, которое, как всегда показало, у нас даже внутри команды самая острая конкуренция. Отсюда и схватки более чем захватывающие. Атака за атакой. Борьба идет за каждый балл. Это тренировочные схватки, но выкладываются здесь, как на соревнованиях. Когда вот такая конкуренция бывает, наоборот, мотивирую, чтобы бороться, выигрывать, тренироваться. У нас всегда были братские отношения, хотя на ковре приходится бороться, рубиться. И как-то что-то иногда бывает, и непонятки, но за ковром всегда даем салам и дружим дальше. К главному старту сезона наша сборная подойдет без четырех своих лидеров. Угуев, Чакаев, Куруглиев и Садулаев уже в Сочи, но там они готовятся к европейским играм. Несмотря на отсутствие первых номеров, в тренерском штабе команды, как всегда, полны оптимизма. В прошлом году из Одинцова дагестанцы привезли семь золотых наград из десяти возможных. Планку удержать будет сложно, конечно, но и тем не менее у нас есть ребята, которые могут не хуже выступить. Все вот вторые, третьи номера, молодежь, у них, они здесь все находятся, я думаю, у них есть хороший шанс проявить себя. Первый этап подготовки пришелся на конец месяца Рамадан. Тогда большинство вольников тренировались и постились, что не могло не сыграть свою роль. До старта соревнований остается 15 дней, однако действующий чемпион мира в весе до 70 килограммов Магмед Расул Гази Магомедов пока не решил, в какой категории он выйдет на ковер в Сочи. У каждого человека здесь можно сказать есть мечта, есть цель это попасть на Олимпийские игры. В этом году уже буду рассматривать на Олимпийские веса, поэтому хочется себя показать на Олимпийском весе на 74 килограмм. Поэтому душой я хочу бороться на 74. Хоть у меня маленький вес, я не знаю, хочется, ну, такое ощущение, что я могу выиграть там на 74 тоже. Основные физические нагрузки у борцов уже позади. В оставшееся время они больше будут работать на ковре. Здесь задача подойти к старту в наилучшей форме. Чемпионат России пройдет с 4 по 8 июля. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте YouTube. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова